В августе 1619 года между будущей Великобританией и будущими США был налажен крепкий торговый контакт. В Джеймстаун, первое поселение англичан в Америке, прибыл корабль, на пассажирах которого вместо туфеля драгоценностей были надеты кандалы и цепи. Английский корабль «Белый лев» привез черных людей, 20 небольшим негров, как описал их один из первых колонистов. Ливерпуль – столица европейской работорговли. Из его портов отправлялось около половины всех кораблей, перевозивших невольников из Старого Света в новые. Всего около полутора миллионов человек. От них остались истлевшие купчи и ржавые кандалы. Они собраны в музей рабства в Ливерпуле. Трансатлантическая торговля стала самым масштабным насильственным перемещением людей в мировой истории. Через океан доставили живыми более 12 миллионов рабов. Они не имели ничего, и поэтому артефактов для музея оставили немного. Но главное, что от них осталась – их работа. Новая страна за океаном была построена их руками. В каждом объявлении на английском о продаже людей в Америке описывали главное – их трудовые качества, как сейчас на ярлычке указывают мощность пылесоса. Отличный работник, специалист по хлопку, рису, животным, шитью. Отличный повар, добрая нянька детям. Африканцы не были людьми. Их считали дикарями. Их разрешалось даже убивать. И многие забивали своих рабов до смерти. Правда, сколько именно – мы не знаем. Португалия, Испания, Англия, Франция, Голландия. При помощи рабов вели друг с другом колониальную гонку за океаном. Англия в той гонке выиграла. Формально эта страна запретила работорговлю в 1807-м. В 2007-м самодовольно, но преждевременно отпраздновала 200-летний юбилей свободы невольников. Британия приняла парламентский акт, запрещающий работорговлю. Но долгое время он существовал только на бумаге. В реальности работорговля, наоборот, увеличилась. Ведь торговцы торопились перевести как можно больше рабов, пока Британия не стала на деле выполнять свое обещание. По оценкам ООН, в 21-м веке на всей планете в рабстве находятся более 40 миллионов человек. Больше, чем когда-либо. Это те, кто работает против своей воли и без возможности уйти, а также без оплаты. Чемпион мира по трудовому насилию – Африка. Континент, наиболее пострадавший от колониальной работорговли. За ней идут Азия и страны Тихого океана. Современных рабов заставляют делать маникюры, строить небоскребы, шить одежду, растить фрукты, ловить рыбу. Женщины и детей вовлекают в проституцию, торговлю наркотиками, терроризм и войну. Современные работорговцы в Купе получают до 150 миллиардов долларов ежегодно. Исчезли кандалы, исчезли оковы. То есть людей даже сейчас в таком виде не транспортируют. Максимум это может быть завязанные глаза, чтобы не видел, куда едет. Но сейчас все чаще используют различные сильнодействующие вещества. Это вот вербовщики. Исчезло и отличие раба по цвету кожи. В современное рабство человек любой расы может попасть по наивности, когда девушкам обещают надежную работу в теплом климате. Или от беззащитности, если заставляют работать психически больных людей, сирот, мигрантов, бездомных. Музей рабства в Ливерпуле, как музей искусств, мог бы иметь два отдела, исторический и современный. Потому что дат и вех в истории становления работорговли много. А даты реального ее окончания нет. Лиза Герсон, Борис Халфин, Павел Морозов, Владимир Шарекин и Екатерина Головченко. Телекомпания НТВ. Великобритания.